7 июня в библейском колледже «Источник мудрости» состоялся торжественный вечер в честь выпускников колледжа. О прогрессе колледжа за прошлый год нам рассказал Давид Класин, пастор церкви Дом Божий. По сравнению с прошлым годом у нас сегодня выпуск не только подростков, выпуск еще и старшей группы, то есть те, которые уже отучились 4 года. У нас 17 братьев, сестер, которые закончили 4-летнюю программу колледжа. Большая радость, огромная. И, конечно же, большая радость за подростков, что их становится все больше и больше, которые решают учиться именно библейской мудрости. В этом году дипломы получили ученики, прошедшие 4-летнюю программу колледжа. Вениамин Салюк. Юлия Винокуров. Педагог Виктор Георгиев и его помощники Евгений Нестеров поделились с нами о создании колледжа. Меня зовут Виктор Георгиев, я ответственный за образование в нашем сайте Орегон. И сегодня в церкви Дом Божий первый выпуск выпускников библейского колледжа «Источник мудрости». Мы с отдела образования помогли организовать этот библейский колледж, помогли с учителями, первые предметы преподавали, помогли построить администрацию этого библейского колледжа. Ну и раньше мы помогали им в организации субботней школы, русской школы. И, значит, мы сегодня рады быть на этом торжественном выпуске, который был первый в этой церкви. И думаем не последний, потому что все, что мы делаем, это дело Божие. И Господь да благословит нас. И я хочу предоставить также микрофон моему сотруднику Евгению, он дополнит наш репортаж. Пожалуйста, Женя. Приветствую вас всех. Меня зовут Евгений Нестеров, я из церкви Смирна. Я тружусь деканом в колледже Теорема. И мы своим колледжем, вот с Виктором Ивановичем у нас директор колледжа, мы в течение четырех лет помогали колледжу «Источник мудрости», преподавали некоторые предметы. Они и других преподавателей приглашали. Что я хочу сказать? Очень приятно, что четыре года прошло, они сделали выпуск сегодня. Очень приятно мне осознавать, что славянские церкви, заинтересованные вопросом образования, начинают интересоваться, организовывают у себя учебные заведения, потому что мы, как приехавшие из Советского Союза, где нас лишали возможности учить своих детей, учиться самим, здесь, в этой стране, мы можем свободно это как бы наверстывать. И это наше дело сейчас — наверстывать вопрос образования. Поэтому желаю всем церквям, чтобы вопрос образования стоял на высоком уровне. Желаю всем организовывать библейские колледжи, учиться в университетах, в семинариях и набираться мудрости для того, чтобы служить Господу еще более успешно. Да благослови ты всех, Господь! Алла Гулая также закончила четырехлетнюю программу и получила диплом. Она рассказала нам, как ей это удалось. Я благодарна Богу за моего прекрасного мужа, который меня благословлял на это. И мне было, конечно, очень интересно готовить. Люди были очень рады, что они имеют такую возможность пообщаться за столом. И также я благодарю Бога за то, что Он дал такое Ане с Леной желание открыть этот колледж, особенно для подростков. И видя, как мои дети также шли в колледж, и очень с большим удовольствием, заместо того, чтобы посидеть на Facebook или где-то, они шли изучать Слово Божие. И для себя я очень много почерпнула отсюда. Как уже было сказано, более 30 преподавателей, учителей закончили школу преподавателей, школу учителей, была построена церковь. Многие люди удивляются даже с теми, с кем я разговариваю, что именно в этот переломный момент... Алексей Мазачук рассказал о своем опыте и о темах колледжа. Меня зовут Алексей Мазачук. По поводу экспиренса я хотел сказать, что колледж дал очень большое образование, дал толчок к тому, чтобы учиться. У меня до этого был опыт, мы проходили школу учителей, именно субботней школы, и как бы заинтересовало в том, чтобы продолжать квалифицировать свое образование. И когда открылся колледж, то как бы очень ревностно захотел в том, чтобы принять в этом участие. Темы были самые интересные для нашего, я думаю, понимания, такие, как история, культура, обзор Ветхого Завета. Очень многие предметы, которые учили нас и по-новому давали нам взглянуть на Священное Писание. Субтитры создавал DimaTorzok